всем доброе утро дорогие друзья суббота казалось бы чем суббота отличается от любого другого дня в обычный день в обычный день это праздник потому что суббота это тот день когда вы начинаете отдыхать всю неделю работали ходили в офис и вот вам ну есть возможность остаться дома доброе утро дорогие друзья доброе утро лариса доброе утро т.е. мне очень приятно видеть вас поэтому друзья раньше суббота была просто настоящим праздником сегодня суббота другая вот я лично испытываю такое состояние что для меня перестали быть субботы вообще каким-то особенным праздником единственное что раньше было так как я много лет уже работаю в самостоятельном плавании и мой главный офис это хоум офис то в субботу утром вдруг откуда ни возьмись из всех комнат начинают выползать твои домашние вот а садится дочка сын жена и они все свободны им нечего делать они идут куда-то по своим делам они начинают делать что-то свое и ты должен вынужден под них подстраиваться как-то у тебя были свои планы написать статью написать еще что-то но вот так происходит что ты просто должен как-то вот под с ними подстраиваться что произошло за эту неделю свету неделю мир изменился домашний вдруг ни с того ни сего стали постоянно находиться у всех дома и это для всех и в том числе для многих людей с которой я знаю это новый вызов мало того первый вызов у людей когда ты имеет четкий распорядок дня утром вставал чистил зубы одевал рубашку костюм выходил и тут было несколько вариантов садился общественный транспорт садился на каршеринг садился свою машину и ехал на работу теряя при этом где-то от часа до двух а у меня есть люди с которыми я работал толпы которые едут с одной стороны москвы на север москвы упражняясь в этом примерно два часа в одну сторону и два часа обратно вот представьте у человека четыре часа в день выходила из жизни теперь они никуда не едут эти четыре часа вдруг стали жизни мало того он приезжал на работу и ему был шеф строгий которого здравствуйте роман владимирович или наоборот я был шефом здравствуйте сергей александрович ну что вы сделали свои домашние дела или вы сделали вчерашний отчет который я вам говорил и от того как я на него посмотрю от того как его встретят его тетя маша петра петр алексеевич наталья сергеевна в офисе вдруг установилась какая-то атмосфера это была добрая атмосфера мягкая атмосфера злая атмосфера неважно какая но только человек приходил он бежал брал стаканчик бежал кофейному аппаратику пить кофе и это было классно почему то потому что в этот момент это тут приходил серёжа петя таня наташа о наташа да конечно серёжа и они делились своими мыслями серёжа вчера отлично посидел в баре наташа как вчера зависала в тиндере кто-то сделал еще что-то кто-то еще кто-то еще и вот в результате у них у всех складывалось настроение это настроение передавалось человеку он с этим настроением шел в свой кабинет или в офис или в open space не важно что садился к своему компьютеру чесал свою репу и думал так у меня есть только это задание мне еще надо купить тещу подарок так надо посмотреть что в интернете там продается так отчеты 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 так есть отчеты так надо еще что-то сделать и в общем вот так проходил день но представляете как было классно были рамки просыпался дорога работа задачи выполнение перерыв обед обед это круто 18.00 18.00 каждый день был праздником у человека и вдруг этот привычный шаблон поведения у людей вышибли из-под ног не нужно вставать рано утром пока не нужно тащиться два часа на автобусе на троллейбусе или в машине не нужно одевать рубашку белую каждый день наглаженную и от этого жена вздыхает или он сам еще очень разный момент не нужно и перестала существовать структура управления то есть у тебя нет начальников рядом у тебя нет друзей рядом тебе не надо попить кофе с кем-то слинять от самого себя чтобы не выполнять работу работа осталась и ты предоставлен сам себе вот твоя работа вот ты это первый стресс второй стресс домашние которые вдруг ни с того ни сего стали вокруг вашего дома ну и третий стресс самый большой наверное из-за чего все это происходит это та ситуация со здоровьем людей и той причиной этого здоровья который собственно говоря и вызвал все наши вопросы поэтому мы с вами ведем прямые эфиры ровно для того чтобы посмотреть о том как справляться с этим стрессом с разным сторон это комплексный стресс стресс который позволяет тебе вдруг ни с того ни сего очутиться дома остаться один на один я вижу что дорогой мой любимый иван кириллов уже в экране ты меня слышишь хорошо отлично прекрасно вижу а самое главное что круто у тебя солнце светит и это меня вообще вдохновляет больше всего вот как только он сказал что хорошо слышит у меня завис сразу интернет иван привет я тебя я тебя продолжаю хорошо слышать привет дорогой я надеюсь ты слышал мои краткое вступление к нашему разговору каждое слово дорогой прям очень хорошо и вдохновительно и по делу да добавь что-то и погнали да что тут добавишь то есть действительно то есть на самом деле кроме рутин про которые ты говорил которые выпали у нас из рук нас ощущение доверия себе и собственной жизни потому что мы доверяем обычно когда знаем что делать нам важно знать что делать что следующее помимо этого еще очень много наших человеческих потребностей пострадали ну то есть подверглись какой-то атаке да то есть постоянные бесконечные новости про то как все ужасно и как много людей умирает и так далее то есть они тоже на многих влияют по крайней мере может не на всех но на многих влияют создают ощущение такой такая подстава потому что ты всегда будешь на шаг позади потому что но ты реагируешь ты всегда на шаг позади ну и так далее то есть ты уже сказал про отношения которые подверглись атаке потому что я вчера разговаривал со своим китайским коллегой но они немножечко впереди нас по этой истории статистику я вот к сожалению он мне не прислал на английском еще нет на китайском что количество разводов после карантина просто прям взлетела в гору к сожалению процент сказать не могу врат не стану но сильно взлетела в гору то есть вот как только появится сразу сообщу про то что интересно вот и соответственно то есть отношения под угрозой наше физическое состояние под угрозой потому что пока пока человек шел к машине автобусу и чему-то еще он хоть несколько шагов делал на свежем воздухе опять же даже если он не ходил в спортзал после этого он все равно как-то двигался а тут плюс плюс мы же развратились ужасно потому что у меня вот клиенты постоянно говорят я говорю ну слушайте ребят надо как-то поддерживать свою активность а в зал же нельзя как будто заниматься можно только как будто заниматься можно только в зале у меня дочка у меня дочка утром просыпается ей одеваю этот часы apple она и папочка я побежала и она бегает километр по квартире пока не накручит эти круги для нее это так весело но на самом деле это то же самое может делать каждый да абсолютно плюс миллион вчера вчера арнольд шварценеггер выложил целую статью по поводу того как он будучи юношей занимался там в студенческой или не студенческой квартире там типа из серии 2 на 2 метра и так и было но так и было и ничего и накачался да 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 поэтому я с тобой полностью согласен вот вчера я вел прямой эфир у меня вчера заканчивалась моя мастер-группа мы неделю шли разбирались с собой но ты посмотри как меня отвлекало к сожалению специально я уверен что это именно так одна одно сообщение столько-то умерло от второе сообщение столько-то умерло третье сообщение столько-то умерло даже я абсолютно нормальный здоровый человек начинаю реагировать и ты помнишь я тебе сказал что у меня есть некоторые опасения и ну ты мне объяснил многие вещи но все же люди подготовлены я тебя знаю много лет и знаком с тобой из твоей методики читал твою книгу но вот большинство людей которые вдруг не стал проснулись оказались один на один с этим стрессом да раньше нас тоже грузили негативом там самолет разбился машина погибли там еще что-то вот как как в этой нагнетая ситуации остаться человеком не потерять вот эту человеку шторку закрою а то я прям солнце вылезло совсем в глаз прям вот зависть берет твоего солнца приезжайте хотя уже теперь не приедет уже пока нельзя смотри то есть как бы ситуация очень простая то есть понятно что информационный поток огромный и понятно что информационный поток то есть он очень истеричный во многом вот то есть в принципе я я считаю что надо выделить три варианта информационных потоков которые сейчас идут причем на самом деле токсичный только один из них СМИ СМИ то есть как бы вот средства массовой информации журналисты по большей части я не говорю про всех потому что есть приличные люди но по большей части истерят со страшной силой ну потому что они это продают у них работа такая то есть они должны наистерить как можно больше там ну нагнать шухеру потому что они понимают что во все времена страшные истории цепляли гораздо больше людей чем приятные истории точно вот то есть поэтому поэтому то есть они ну работа у них такая вот плюс естественно как бы сюда же попадают еще куча всяких людей которые в принципе по природе своей привыкли мечтать о том как все будет плохо и по сути что такое наши страхи это мечта о том как все плохо закончится правильно то есть потому что оно еще не закончилось пока все хорошо я правильно тебя понимаю это вот вот это некое состояние бывающее у любого человека когда ты думаешь что будет плохо и это в себе культивируешь и ты как бы накручиваешь 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 да и тут как бы у меня есть врожденная такая история в нас она ну то есть это в принципе она даже понятно почему смотри когда у тебя была идея про то как все будет ну то есть у тебя были какие-то планы теперь у тебя планы обрушились а понимать как завтра тебе все равно надо у тебя потребность такая есть то есть наша голова умеет прогнозировать и это хорошо но это и проклятие потому что как бы когда прогнозы непонятные мы начинаем нервничать то есть надо чем-то заменить неопределенность да то есть надо чем-то заменить и к сожалению наша башка первое чем начинает заменять это как бы трагическими сценариями ну почему потому что как бы надо типа подумать о плохом чтобы от него уберечься вот и и вроде как ты типа о хорошем подумаем когда все будет хорошо ты знаешь я вспоминаю сразу в этом смысле фразу из книжки трансерпфинг реальности зеланда он говорит если бы у вселенной были силы реализовать все плохие сценарии было бы ужасно но она понимает что это слишком дорого Вселенная нихрена не понимает она просто там все происходит происходит с вероятностью ровно 50-50 а потом а потом ведь тоже как бы важный вопрос что мы считаем плохим сценарием мы плохим сценарием считаем все что не соответствует нашим ожиданиям это да да то есть как бы нам не досуг подумать что иногда наши ожидания не соответствуют реальности и причем как бы изменение реальности не всегда плохо тот же кризис который сейчас То есть я уверен, что люди, которые занимаются провайдингом интернета, доставкой еды и так далее, у них прям просто пруха. У меня есть клиент один, который занимается, у него несколько компаний по доставке еды, он отменил сейчас сессии не потому, что все плохо, а потому, что у него времени нет, он не справляется, бедолага, он в одушевлении. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы взять и переформатировать реальность. Давай вернемся немножко к источникам информации, потому что это важно. То есть один вот такой истерично-болезненный источник информации, который, к сожалению, попадает в нашу историю про плохие ожидания. Два остальных на самом деле очень приличных, на которые надо обратить внимание, соответственно, исключив первый. То есть вот первый со всеми этими соплями мы исключаем, потому что лучше на всякий случай подумать хорошо, чем на всякий случай подумать плохо. И то, и то на всякий случай, потому что 50-50 вероятность. Так вот, второй источник информации очень клевый, который сейчас на самом деле у человечества и в России в том числе развивается очень неплохо. То есть это объективная информация. А где ее взять? Без мнений. Объективная информация. Ну, как бы, объективная как? Понятно, что статистика сейчас, штука довольно трудная, во-первых, потому что непонятно, кого проверили, кого не проверили в любой стране и так далее, да. Но, тем не менее, какая-то есть, да. То есть, как бы, статистика есть, российская, не знаю где, я смотрю сайт ВОЗ, и я смотрю сайт этих самых Хопкинса, института, да. Они, в принципе, примерно одинаковые, там чуть-чуть, как бы, просто на Хопкинсе иногда бывает аналитика еще дополнительно, да. То есть, как бы, соответственно, смотреть на то, что говорят эксперты, да. Эксперты обычно, их легко отличить, даже человеку там, несведущему, они обычно говорят спокойно и без истерик. А я говорю, ребята, цифры вот такие, да, то есть, как бы, пока. Другого мы не знаем, и эксперты никогда не говорят наверняка, потому что мы действительно, мы прямо сейчас находимся в эпидемии, и мы не знаем, сколько объективно. То есть, мы знаем, сколько померили и сколько там, типа, положительных тестов, да. Сколько людей умерло, мы знаем. Опять же, мы не знаем, из этих людей люди умерли от чего, потому что мы не можем достоверно сказать, они умерли действительно там от этого вируса, или они умерли от другого вируса, который, на самом деле, весна, параллельно с этим происходит, обычный вирус, грипп, от которого тоже люди умерли. От обычного вируса гриппа, да. Да, то есть, плюс, как бы, люди умирают еще от каких-то текущих своих заболеваний, да. Поэтому, то есть, как бы, к сожалению, на сегодняшний день там прям четко красивую статистику сделать не может никто, но какая-то ориентировочная вот есть на сайтах, которые я сказал. Вторая вещь, вот сюда же попадающая, то есть, в четкую информацию, это информация по поводу того, что решено делать, как решено действовать там, где вы живете. То есть, допустим, там, в Москве ввели карантин или не ввели, он рекомендован или не рекомендован. То есть, допустим, вот у меня в Стамбуле карантин не ввели, но рекомендован. И люди очень дисциплинированно себя ведут, практически все на карантине. — Слушайте, мне сказала очень интересную вещь, вот, касательно культуры людей, да, что вот вы даже, когда выходите в магазин, вы как-то стоите очень уважительно друг к другу, там, чуть подальше, да, как-то спокойно. — Смотри, то есть, как бы, это действительно так, то есть, потому что я вот разговаривал с друзьями, которые в Испании живут, там сейчас у них тоже будут богоэллы маленько, да, вот, но первые дни, когда ввели карантин, то есть, там прям как-то истерично люди там, типа, не подходи ко мне ближе, да, то есть, и так далее. Тут у нас как-то, во-первых, карантина как такового нет, но люди, в принципе, понимают, то есть, как бы, то есть, они послушали информацию, что рекомендовано особо близко друг к другу не подходить, по понятным причинам, да, и это в культуре, в которой люди привыкли обниматься, целоваться, там, чуть не в засос, да, то есть, и так далее, вот, то есть, и, собственно, совершенно нормально, люди так, то есть, я вот вышел в магазин, я там всех знаю, то есть, у меня в околотке, то есть, такая культура, ты тут знаешь всех, соседей там на километр вокруг, да, вот, то есть, и, соответственно, то есть, ты подходишь, то есть, всем улыбаешься, всем башкой кивнул, то есть, да, теперь мы не обнимаемся, то есть, все такие, типа, не обнимаемся, окей. Ты знаешь, мы тоже вчера, я вчера выступал на премии бизнес-успеха, приехал к организаторам, и все такие, хоп, знаешь, еще этот инстинкт подать руку, поздороваться, а уже, как бы, говорят, что не надо, да, и ты, как бы, инстинктивно себя ловишь на мысли, и чувствуешь некое неудобство, вроде как-то, и стеснение от того, что раньше это было, сейчас нет, и здесь вопрос, вот, понимаешь, вот это ты делаешь для себя, для него, или как, или ты себя защищаешь, вот это очень важный еще момент психологически понять. Это крайне важный, потому что одна из важных вещей, прям такой, я не знаю, рекомендация, как-то по-русски, типс, да, то есть, рекомендация, наверное, да, то есть, это каждый, то есть, понятно, что инстинктивно мы пытаемся защитить себя, то есть, это первое, что приходит в голову, но, как я уже говорил, это всегда проблемно, это всегда создает дополнительное напряжение, дополнительные страхи и тревогу, которые нам сейчас вообще не нужны никак. Соответственно, как бы, лучший способ, и по сути так, то есть, если почитать, опять же, все рекомендации, которые есть, китайские, воссовские и так далее, да, то они говорят про что? Про то, что ты защититься сам от вируса не можешь особо. Ты можешь защитить окружающих от себя на тот случай, если у тебя уже вирус, а ты про это не знаешь. А ты про это можешь не знать две недели, как минимум, и ты про это даже, когда болеешь, если ты молодой, сильный, здоровый человек, то ты можешь просто про это не знать, потому что очень, ну, то есть, у многих людей это протекает практически бессимптомно. Ну, где-то лишний раз в туалет сбегал, лишний раз кашлянул и как-то все, да. Но есть люди с ослабленным иммунитетом, есть люди из групп риска, есть люди пожилые, да, особенно пожилые, да. Соответственно, их надо защитить. Плюс людей надо защитить от эпидемии, но не столько, как бы, опять же, правильное понимание должно быть. На сегодняшний день вероятность того, что мы защитимся от эпидемии, от того, что, типа, никто не переболеет, переболеет там 100 человек и так далее, это нереалистичное ожидание. Скорее всего, переболеет две трети. Население. Население, да. То есть, скорее всего, переболеет две трети. Но вся эта история с карантином и так далее, она не для того, чтобы не переболеть. А чтобы защитить других от себя. Она для того, чтобы замедлить эпидемию, для того, чтобы те люди, которые будут болеть тяжело, получили адекватную медицинскую помощь. Потому что, если все заболеют одновременно, потому что все одновременно были в метро, условно говоря, да, то никакая больница, никакая система здравоохранения, ни с какими больницами вновь построенными, тупо не справятся. Не справятся, конечно. Да, поэтому наша задача позаботиться о других людях. Это, на самом деле, очень круто, потому что, как бы, в кои-то веки, то есть, мы очень, мы же очень, особенно, как бы, в России за последние годы, мы стали очень индивидуалистичными. Какими? Индивидуалистичными. Да, 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 точно. Чего раньше не особо было, на самом деле. Понятно, что любой человек индивидуалист по природе, но, тем не менее, то есть, как бы, мы как-то были больше вместе. Это как раз замечательный способ, замечательная возможность вернуться к этому. И это выгодно тебе индивидуалистически, потому что, если ты фокусируешься на себя, ты будешь бояться переживать все время, там, ну, меня заразите, сволочи, да? А если ты волнуешься о других и волнуешься о том, чтобы в целом общество переболело как можно с меньшими потерями, да, то ты чувствуешь себя, во-первых, молодцом. Во-вторых, если в первом случае, когда ты пытаешься защитить себя, ты всегда на шаг позади, потому что, ну, как бы, вирус распространяется, мы даже не очень понимаем, как на сегодняшний момент. В смысле, как бы, мы понимаем, что воздушно-капельным путем. Но мы не очень понимаем, то есть, как бы, как это статистически будет, с какой скоростью и так далее. То есть, мы пока это не очень понимаем. И мы всегда на шаг позади. А если ты заботишься о других, то ты, получается, на шаг немножко впереди. Причем самое смешное, что мир это те же самые. То есть, по большому счету, заботишься... Слушай, как классно. То есть, по сути, вот тебе первый и очень главный такой сегодняшний лайфхак. Основной. Основной. Попытаться защититься не самому спрятаться в мире, а сделать все возможное, чтобы защитить других, управляя своим поведением, своим отношением, своими мыслями. И вот нам уже потихоньку начинают писать вопросы. Но я хочу тебе, чтобы ты продолжил вот этот вот концепт, фундамент вокруг которого. А потом мы позадаем вопросы. Смотри, это... То есть, вот крутая штука вот эта, первая. Второе, что с вниманием нужно сделать. То есть, вот две вещи, всего две, которые меняют все на самом деле. То есть, первое, мы уже сказали, я защищаю не себя, а я защищаю других людей, я защищаю общество и стараюсь сделать так, чтобы, ну, как-то оптимизировать потери, да? Вот. К тому же, на самом деле, если мы затягиваем эпидемию со временем, по крайней мере, другие вирусы, которые мы знали до сих пор, со временем их летальность ослабевает. То есть, по мере того, как они распространяются, их летальность ослабевает. Это круто. То есть, мы как бы убиваем двух зайцев сразу. Вторая история, про которую мы должны думать, это то, что, смотри, защититься от вируса, по большому счету, ты не можешь. Ведь еще раньше, когда мы в школе проходили предмет биологии, нам говорили, у вас тысячи вирусов в данную секунду. Они прямо вокруг вас, на руках. Помойте руки, и все. Смотри, вылечиться от вируса ты не можешь. Нету противовирусного препарата, да? Они живут с нами всю жизнь. То есть, как бы, мы не убиваем... Знаешь, старая шутка, типа, как лечить вирус, да? То есть, с лечением семь дней, без лечения неделя, да? Это точно, точно. В общем, ничего не изменилось. То есть, то, что лечится, лечатся последствия, если есть осложнения, у кого они есть, да? И штука в следующем. Но, как бы, вирус вылечить ты не можешь, защититься от вируса ты не можешь. Но то, что ты можешь сделать, и это очень круто, ты можешь сфокусировать свое внимание не на защите, не на борьбе, да? А на построении своего здоровья. Ух ты что! На самом деле, что хорошо не только во времена вируса, а всегда. И я считаю, что это вообще еще одна крутая такая вещь с этой эпидемией, потому что, смотри, у нас достаточно страха сейчас, и это хорошо. То есть, это как бы один из мотиваторов хороших, да? Который может заставить людей взращивать защитные силы своего организма, просто систематически тренируясь и как-то развиваясь, да? Там, делая дыхательные упражнения, соблюдая гигиену какую-то базовую. Смотри, то есть, как бы, вся эта история продлится минимум 2-3 месяца. 100%? Минимум. Да? То есть, как бы, за 2-3 месяца развиваются привычки. Это да. То есть, смотри, то есть, как бы, если сейчас человек решает, что я подхожу ответственно, я пытаюсь защитить, как бы, других людей и общества, и оптимизировать, как бы, всю эту историю с вирусом, и я могу это сделать как? Ну, и дальше вы заходите на сайт, допустим, там, я не знаю, московской администрации, и там все написано, там, с масками и так далее. Кстати, маски вас не защищают, маски защищают от вас, в том числе, да? То есть, там, с гигиеной, со всеми делами. Начинаю практиковать это. Плюс смотрю, а сейчас любое спортивное приложение, любой спортивный тренер, который себя уважает, выкладывает в бесплатном виде какие-то вещи, как можно себя укрепить. То есть, вы находите то, что вам подходит, то, что подходит вашей квартире. У кого-то квартира большая, у кого-то маленькая, да? И вы тупо начинаете это делать. Вы начинаете регулярно проветривать помещения, вы начинаете регулярно заниматься, делать там дыхательные упражнения, йогу, там, тайчи, я не знаю, силовые, со своим весом, все, что хотите, да? То есть, то, что вам подходит. Естественно, без фанатизма, то есть, потому что надо учитывать свое нынешнее состояние здоровья и строить потихоньку, да? Поэтому, то есть, как бы, и что-то в следующем? Вы так три месяца занимаетесь, потому что три месяца там вот... И через три месяца у вас уже привычка заботиться о себе. Ну, например, элементарно. Сделал пресс, сделал отжимания. Сначала у тебя, может быть, ты можешь один, два, три раза отжаться, но если ты будешь три месяца отжиматься, твоя фигура изменится. Да все изменится. Ты можешь сесть на диету хорошую, ты можешь похудеть. Да, потом, как бы, понятно, что сейчас все закупились. Первое, что сейчас все начнут жрать. Но можно же понять, что эта опасность есть. Ну, она есть, потому что, как бы, у нас одна из привычек занять свободное время, это сесть пожрать. Да, но, как бы, ты же можешь понять, что это опасная история, которая тебя ослабеет, потому что, если ты будешь слишком много жрать, это ослабевает твое сопротивление. То есть, если ты будешь слишком много бухать, тоже нехорошо. Поэтому ты можешь просто для себя решить, да, я в зоне риска сейчас, у меня сейчас все есть дома, но я буду это расходовать разумно. То есть, я буду кушать. Логично. Я буду кушать раз в два часа, но по чуть-чуть. Да? То есть, как бы, можно из этого сделать целый ритуал семейный, поскольку вы уже все дома третесь, да, друг об друга. То есть, и так далее. То есть, это вторая вещь, очень важная тоже, как бы, в смысле фокуса внимания. То есть, первое, фокус внимания с защитой себя, на защиту окружающих и общества. Второе, фокус внимания с борьбы и избеганием вируса, что невозможно, на построение своего здоровья, что возможно. И тогда, даже если вы заболеете вирусом, больше вероятность, что вы, как бы, этим делом переболеете гораздо, ну, то есть, вообще практически, там, ну, как гриппом или вообще никак. Слушай, скажи, пожалуйста, люди вот спрашивают разные вопросы, буквально там несколько минут. Давай, давай. Да, спросить, чтобы нам чуть-чуть дальше разогнаться. Я просто разговариваю, не успеваю следить. Отлично, я для этого здесь сижу, да. Как раз вот люди... Водичку теплую пить. Правильно, правильно, да. С лимонами опять же. Как стресс обратить в ресурс? Раз вопрос. Что делать с тревогой? Как игнорировать или признать? И привет из Киева, привет Киеву. Как выводить тревогу из того, что не знаешь, когда закончится карантин? Ну, вот пока три таких вопроса. Смотрите, то есть, давайте так. Во-первых, как получить пользу от стресса? Мы, собственно, с вами уже... Мы уже поговорили, да. Практическое занятие, по сути... То есть, быстренько, как бы, такой основной алгоритм. То есть, что мы делали с вами до сих пор? Мы смотрели на симптом, то есть, что люди потеряли, от чего они паникуют. А мы хотим посмотреть на приобретение теперь, да? Да, мы смотрим на симптом, то есть, на свою реакцию, да? То есть, на свою... Как мы реагируем? То есть, на что именно я реагирую, да? Потом мы создаем себе вопрос, почему для меня это важно, какая потребность за этим стоит, да? То есть, как бы, потребность выживания, да? То есть, там, потребность, чтобы обо мне кто-то позаботился, потребность ли в контроле, да? То есть, сейчас с потребностью в доверии, в контроле большие проблемы, потому что все пошло не так, да? Как-то так. Это сейчас одна из основных. И вторая в заботе, потому что мы начинаем обижаться на то, что другие нас недостаточно заботятся. Это самые такие основные сейчас, болезные, да? потому что потребность там, типа, выживания мы пока не очень ощутили, то есть она пока такая умозрительная очень, да. И потребность в каких-то фантазиях более-менее духоподъемных, потому что сейчас все фантазии, которые транслируются по телевизору, они так себе, да, то есть типа, все будет плохо, ужас-ужас и так далее. То есть у нас три потребности главные, как бы сейчас задействованы. Первая – это потребность в доверии к себе, к окружающим, к своему здоровью. То есть вторая – это потребность, на самом деле, в идеалах, которые будут, ну, как-то более-менее меня вдохновлять, а не прибивать к земле. То есть и третья – это потребность в заботе, в заботе о нас и в заботе, на самом деле, об окружающем. То есть и, соответственно, как бы отсюда вытекает ответ на вопрос, что делать с тревогой, потому что тревога, что такое, по сути, тревога? То есть тревога – это когда мы знаем, что есть какая-то опасность потенциальная. Организм начинает создавать энергию Для того, чтобы с этой опасностью бороться И чем больше У нас фантазий Паршивых, тем больше мы Соответственно стрессуем Создаем адреналин и создаем энергию Чтобы что-то делать Но проблема в том, что к сожалению Энергию накопить нельзя Я надо расходовать в действии Если ты сейчас выделил адреналин Но ни черта не делаешь Лишний действий Этот адреналин остается у тебя Лишний вес это потом Через два шага Но в общем в конечном итоге да Но адреналин создал энергию Ты ее никуда не расходуешь Ты ничего не делаешь Потому что у тебя поломались все сценарии Все алгоритмы Ты такой сидишь А энергия это создана И она внутри тебя булькает Как кипяченая вода Которая должна выйти Если не выйдет, взорвется к чертовой матери Поэтому пути на самом деле Борьбы с тревогой Два Избежать тревоги невозможно Расслабьтесь Пути борьбы с тревогой Два Это вместо того Чтобы создавать все плохие сценарии Которые заставят вас думать А что же делать Вот если так А если вот А если это все инопланетяне 50 на 50 Да А если нас захватывают А если это там Я не знаю Какой-то план Какого-то правительства По захвату А если это террористы А если это Ну то есть Миллион же идиотизма Да Вокруг То есть На штуке в следующем Что не при одном из этих сценариев Вы не знаете Что делать Поэтому надо думать Не о том Что может быть И на что вы не можете повлиять А о том Что может быть И на что вы можете повлиять Например Я могу То есть у меня появилось время Я всегда жаловался Что у меня нет времени Заниматься Там своим здоровьем Да Пожалуйста У тебя есть теперь время Как минимум Те два часа Которые ты ехал на работу У тебя есть Два часа Заниматься своим здоровьем Вот так вот Будешь здоровый Как огурец Через месяц Да То есть Соответственно То есть как бы Ловить свои Вот эти вот Идиотские мечты Отставлять их в сторону И придумывать Какие-то мечты Которые как бы В принципе В конечном итоге Помогут тебе И через вирус пройти И после вируса жить Потому что если ты Создашь привычку Заботиться о здоровье Будет круто Это факт Да То есть если ты сейчас Придумаешь какой-то проект И как ты можешь Развить свои какие-то Навыки и способности Будет круто Потому что когда вирус Закончится Они у тебя будут Ты будешь более дорогой сотрудник Не в смысле дорогой Милый человек Да То есть А в смысле Дорогой в деньгах Да Ты делаешь капитализацию Своего бренда Мало того Смотри какая уникальная штука Если ты раньше был Раб Одной организации То когда ты будешь Три месяца находиться дома И ты научишься работать Удаленно Ты можешь стать Свободным человеком Дорогим Свободным человеком И где многие организации Захотят тебя иметь Вместе с тобой Как бы получать результат От твоего труда Смотри Я сейчас хочу подбить Немножко итог Того что мы сказали Потому что мы говорили много То есть смотри Первое Внимание Внимание Себя На окружающих На окружающих Второе Внимание С вируса И ужаса На построение Своих способностей Физических Построение Своих способностей Интеллектуальных Каких угодно Третье Избегание Истеричных Источников информации И фокус На тех источниках Информации Которые дают Четкую информацию И тех источников Информации Которые говорят тебе О приятных Каких-то вещах О том Как люди поддерживают Врачей по всему миру То есть хлопаем В девять вечера То есть там флешмобах О том как люди Помогают друг другу То есть у нас Каждый вечер Девять часов То есть как бы Аплодисменты дружные Всем на самом деле Не только врачам Всем кто болеет Всем кто сидит На карантине Сам То есть как бы Всем кто Всем кто борется С этим Подвергая себя опасности И это объединяет людей И на самом деле Это приятные фантазии Это точно Это какие-то Другие вещи Потом как бы Я не знаю Почитайте блин В конце концов Про эти эпидемии Сейчас уже Уже написано А про предыдущие Мы знаем Есть книги Про то как люди В конечном итоге Которые спасли Других людей Вели себя когда-то Это тоже очень На самом деле Вдохновляющие идеи Вместо того Чтобы читать Как все будет плохо На что ты не можешь повлиять То есть это Первое внимание Второе Как бы Новости И свои фантазии Третий Всегда вопрос Что делать Что делать Очень просто И здесь очень важная история Опять же Про борьбу с тревогой И все остальное И про стресс-менеджмент Поскольку Мы лишились доверия Потому что Привычные алгоритмы Не работают Как ты сказал в начале Надо создать Алгоритмы Которые будут работать Однозначно И у нас уже есть Два таких алгоритма Которых вот так хватит На три На шесть месяцев То есть первый алгоритм Это развитие Моего здоровья Потому что Это что-то Что я должен делать День за днем Постепенно Это твоя обязанность Обязанность Чтобы спасти себя Спасти близких И быть Социально ответственным Гражданином Чтобы быть Сильным Здоровым Социально ответственным Гражданином И более счастливым Кстати Потому что Если ты занимаешься Да Как-то так Можно стать счастливее В кризис Прикиньте Вот И вторая То есть А главное Еще важная штука Что это дает тебе Ощущение контроля Потому что Это план Который Типа Условно Я сегодня Отжимаюсь 20 раз Завтра 23 Послезавтра 24 И ты растешь сам В отношении Самого себя А наша голова Любит такие истории Наша голова Любит маленькие победы И ей важно Развитие Точно Вторую вещь Мы тоже сказали Сделайте себе проект Либо по развитию Каких-то своих способностей Либо по Я не знаю Исследованию чего-то Либо по изучению языка Либо по чему угодно Любой проект То есть Мы вчера С коллегами Обсуждали проект Мы хотим сделать Как бы сейчас Научные исследования Очень интересные Я себе проектов Придумал больше одного Сдура Слушай, это все прекрасно Ты знаешь Я вот еще хочу добавить И наверное Ты меня поддерживаешь Здесь То Еще есть две сферы Очень важные На мой взгляд Которые необходимо Сейчас прокачать Первая сфера Это нам никогда Не хватало времени Поговорить с близкими Не только с близкими Которые живут Рядом с нами Но и с теми Далекими нашими близкими Друзьями И все остальное Сейчас вариант Видеосвязи Любой связи Позволяет нам Пообщаться с людьми Которые нам дороги Более часто Узнать о них Мы как-то все На бегу Все это делали Поэтому мы можем Вырастить уровень общения Это первая вещь И вторая вещь Ты знаешь Я наверное Может быть сейчас Вызову какой-то негатив Может быть у какого-то Количества людей Но я хочу сказать О состоянии духовности О некой вере И это не обязательно Должна быть вера Принадлежность Какой-то религии Хотя это тоже неплохо Хотя например Вот сейчас в православии Идет пост И это очень важная Философская вещь Которая себя ограничивает В еде Ты должен позитивно мыслить Добро относиться к другим Прощать других Вот есть еще два момента Когда ты для себя Можешь сделать большую пользу Ты можешь заглянуть Вглубь себя И подумать о своей вере Подумать о больших вещах О том чему ты предназначен О своей миссии О своей цели В жизни вообще И ты можешь уделить время Своим близким Которые находятся А рядом Б даже далеко Но вы даже семейный Можете проводить Скайп конференции Теперь все есть возможно Смотри Я считаю что про часть духовную Мы с тобой уже начали говорить Когда мы говорим Про то про что ты фантазируешь Потому что духовность Это что Это то как ты организуешь Своё внутреннее Психическое пространство А организуешь ты его как Фантазиями по сути Да Я просто как человек Не религиозный Не организую это С помощью веры Если человек религиозный Он может организовывать Это с помощью Уже готовых Конструкций Которые в любой религии есть Можно попробовать Они очень классные Они очень классные То есть я ничего против них Не имею Просто я это делаю По другому Но опять же Когда мы говорим Про религию Тут надо осторожно быть Потому что есть писания В которых всё на самом деле Клёво А есть какие-то Отдельные люди Которые из серии Я где-то что-то почитал И у меня есть мнение Вот их лучше не слушать Если вы религиозный человек Следуйте своей религии А не того Что кто-то там вам рассказал Потому что в религиях Обычно всё нормально сказано И всё как бы Можно следовать вполне То есть классные руководства Вперёд То есть как бы Людям нерелигиозным Важно ещё раз Посмотреть то О чём они мечтают То есть на что они фокусируются На что они Если религиозным языком Выражаться Молятся Потому что можно молиться На страх На то что Всё будет плохо И нас всё порвёт И так далее А можно молиться Не то что Блин Я могу стать сильнее В это время Это круто Я могу стать лучше И ещё очень важно Например Опять же Возвращаясь к религии Во многих религиях Молятся за всех Не за себя А за других И вот это тоже Очень важный момент Когда ты начнёшь фантазировать И вести себя ответственно Не только для себя Это первая часть То о чём мы говорили А именно для других И за других Ну слушай Ну как бы Понимаешь Любой религии Уже не пять лет Да То есть как бы А сотни лет И это же как бы Механизм Которым общество Справляется С такими кризисами Которые происходят регулярно Ведь там вирус Шмирус То есть как бы Слушайте Ну во-первых Параллельно с вирусом Происходит ещё много чего То есть Тоже разного Да Потом вирусы Случаются регулярно Вот такие Да То есть как бы Просто первый раз За историю Мы реагируем на это Как человечество Более-менее вместе И это на самом деле Круто Потому что Предыдущий вирус Унёс миллионы жизней Да Потому что И никто никак не отреагировал И реакции были такие Типа В одной деревне Сделали один подвиг В другой другой То есть как-то люди реагировали Но не вместе Сейчас у нас шикарная возможность И поэтому в принципе То есть как бы Да Религиозные принципы Они на то и настроены Чтобы перефокусировать Внимание человека Опять же С себя на общество Потому что это всегда Более рационально На самом деле Более духоподъёмно Что ли И менее тревожно Факт Потому что задачи В любой кризис Одни и те же Победить тревогу И сказать людям Что делать То же самое Что мы сейчас Пытаемся сделать На самом деле Ничего не поменялось И так у нас Фокус внимания С себя на других С болезни На построение здоровья То есть как бы Фантазии Религии Организации Вот это вот Всего у кого Кто как это делает Неважно Но мы более-менее Опять же Фокусируемся С истерики На то Что мы можем сделать В будущем Что мы можем улучшить В будущем Для себя И для других людей И для человечества В целом Это помогает Третье С точки зрения Что делать Мы берём И создаём Из нескольких Из этих идей Например Из идеи здоровья Или из какой-то идеи Вашей профессиональной Которая у каждого своя Создаете Создаете Один-два проекта Которые вы выполняете Последовательно День ото дня Так чтобы они развивались Чтобы каждый день Была немножко надстройка И это на самом деле Очень вдохновляет То есть любого человека У вас появляется расписание У вас появляется новый алгоритм У вас появляется дело Это круто Мы любим заниматься У вас появляется игрушка В конце концов И последнее Но не последнее По значимости Потому что По сути мы всё время Говорим об этом Это вот то Что ты говорил Про близких Но тут тоже надо Конкретизировать Потому что Мало близким позвонить К сожалению Опять же Статистика китайская Показывает Что то Что мы оказываемся В контакте с близкими Не всегда приводит К тому Что у нас отношения улучшаются Почему Почему Потому что мы привыкли В отношениях В любых Заботиться В первую очередь О себе О том Чтобы нас не обидели Нас не покритиковали И так далее Когда мы так делаем Мы по сути Программируем Конфликт Поэтому что надо делать Для того Чтобы отношения Ну то есть вот Оказавшись со своими близкими 24 на 7 В одних стенах Позвонить Когда появится время Звонить им регулярно И так далее Нужно сфокусировать Своё внимание На самом деле На простые Три вещи Первое На то Чтобы поощрять Друг друга Способности Друг друга Прям бесконечно Прям вот Как бы Да Особенно в тех моментах Когда человек ведёт Как вам кажется Плохо Неправильно В этом моменте Найти какую-то способность Которую он проявляет Которую поощрить Ну например То есть как бы Я не знаю Там Человек опоздал Со звонком К вам То есть как бы То есть хорошо Что смотри Несмотря на то Что ты как бы Позвонил Ну то есть Несмотря на то Что ты опаздывал Ты всё равно это сделал Да Ну то есть как бы Смотри То есть То есть с обязательностью У тебя всё хорошо Ты обязательный человек То что в уме оставляем Не говорим вслух То что с пунктуальностью У тебя хреново Да Но мы это не говорим Потому что смысла в этом нет Стараемся Заботиться о близких Через поддержку Потому что все мы В непростой ситуации Поддержка Очень мутное слово Ещё раз Поощрение То есть мы поощряем Мы хвалим людей Это очень трудно Потому что в нашей культуре Этого нет От слова Почти Почти вообще Мы больше ругаем друг друга Мы даём негативную Обратную связь Так вот Мы делаем ровно Опять же Разбираем хорошую привычку Которая и после кризиса Пригодится Это точно Да То есть мы поощряем Друг друга Это первое Второе Мы пытаемся понять Действительно Что этим людям надо Потому что Когда мы заботимся Друг о друге Мы очень часто делаем То что как нам кажется Надо Да То есть Из серии Мама Кормит ребёнка Манной кашкой Которую он ненавидит Да То есть Заботится ли она О нём в этот момент Чёрт его знает То есть Узнать Что действительно Нужно нашим близким И позаботиться о них И причём Не только близким На самом деле Близким Людям с повышенным риском Людям больным И врачам Я прям настаиваю Позаботьтесь сейчас О врачах Позаботьтесь То есть Когда мы остаёмся Сейчас на карантине Самоизолируемся И так далее Мы заботимся В первую очередь О вот этих слабых людях Которые болезны О своих стариках И о врачах Потому что Врачи каждый день Подвергают себя Опасности Это точно Пожалуйста Подумайте О том Какие у них Потребности Не только Какие у вас Это на самом деле Очень крутая Вторая фишка На самом деле Ты всё сказал Заботиться о врачах Нужно быть Ответственным По отношению К самому себе Всё что мы Сегодня говорили Это и есть Возможность Не допустить Дальнейшего расширения Управлять своим стрессом Сконцентрироваться Из негатива Направленного вовнутрь В позитив Направленный вовне Смотри Поощрение Забота В смысле Попробовать понять Потребности других людей Это очень трудно тоже Это вот как поощрять Это почти Почти неподъёмно Но это можно Слушай Ты знаешь О чём я подумал сейчас Мы же с тобой Давно уже Друг друга знаем И я наверное Сегодня сделаю Вот что Я это давно Уже не делал Наверное С времён Нашего замечательного Бизнес-завторка Где мы с тобой Познакомились Много-много лет назад Я наш эфир Сейчас отдам На расшифровку У нас получится Текст хороший И я пришлю его тебе И Может быть Ты возьмёшь на себя Тоже лёгкое Обязательство И я считаю Что это прям вот круто И мы сейчас Об этом с тобой Можем договориться Можешь ли ты Каждое утро Выкладывать Маленькое видео На одну Две минуты В своих социальных сетях Для того чтобы Ребята Сегодня там 21 марта И сегодня Очень важно Задуматься Обощрение друг друга Это делать Раз, два, три Пока С вами был доктор Кирилл Смотри дорогой Я У меня есть свой проект Один из моих проектов Я же тоже Следую своим рекомендациям Один из моих проектов Не парься расшифровкой Не надо лишнюю работу делать Почему? Потому что Примерно то же самое О чём я сейчас говорю Я сейчас допиливаю эту историю Я просто как бы Последние три дня Очень много Общаюсь со всеми коллегами С многими пациентами Своими Прямо спрашиваю Ребята Чё бы вам надо было И в принципе То о чём мы сейчас С тобой говорим Это результат Вот этой уже Какой-то трёхдневной работы Тебе всё равно Она полезна будет Именно тебе будет полезно Почитать Понимаешь Понимаешь И я собираюсь сделать Я ещё не знаю Это будет либо в социальных сетях Либо это будет Какая-то страничка На моём сайте Или какой-то блог На который я буду Постоянно везде В социальных сетях Выбрасывать ссылку Давай-давай-давай Там будет основная концепция И там будет Каждый день Я не обещаю То есть у меня в голове Было раз в три дня То есть раз в три дня Это достаточно Раз в три дня То есть будет какой-то Амгрейд Какой-то новой идеей С каким-то новым Напоминанием И так далее Может быть в конце концов Закончится и каждый день Потому что Я тебе про другое говорю Мы же с тобой Вот у тебя же есть Какой-то ко мне Уровень доверия В том Чём мы с тобой развиваем Да Смотри Очень важно Это же тоже Как бы некая прокачка Я тоже раньше запаривался О уровне света О видеокамерах Там и всё остальное Всё просто Берёшь селфи Телефон Каждый день Быть в контакте С людьми Это очень важно И для тебя это классно Вот ты утро проснулся И тебе надо Не в них продвинутого Позитивного психотерапевта Доктора Ивана Кириллова Дай нам вот эту возможность И каждый из нас Понимает Ага Сегодня есть советы Ивана Кириллова Смотри Я обязуюсь Раз в три дня Если у меня Это будет получаться Я сделаю раз в два дня А потом раз в день Супер То есть у меня Смотрите И это важная штука Почему я сейчас Про это ещё сказал Не только для того Чтобы отвоевать себе Пространство Но ещё и потому Что смотрите Когда вы планируете Свои проекты Что бы вы не планировали Там физическое здоровье Или прокачку Каких-то навыков Не пытайтесь Сразу сделать всё Начните с посильного Потому что Если вы решите Сделать всё То вы разочаруетесь Если вы решите Сделать пассивное Вы будете вдохновляться Каждый раз И вас это вдохновит Сделать больше В конце концов Вы дойдёте Может быть дальше Чем планировали Это проверенная история Ставьте друзья Сердечки Ставьте все сердечки Чтобы у всех Был замечательный день Сегодня Я коучу людей Уже 20 лет И я вот это точно знаю Что главное Не слишком большие Себе цели ставить А выполнимые Но выполнять их регулярно Это важно Это важно Огромное тебе спасибо Было очень круто Последняя вещь скажу Очень важная Давай Давай Смотри Поскольку Поскольку Мы всё равно Тревожимся Поскольку Поскольку Мы всё равно Боимся То есть Вот туда К отношениям Поскольку Поскольку Мы всё равно Боимся Поскольку Поскольку Мы все стали Всё равно Чуть более Раздражительны чем раньше. Я вас умоляю прям. Позаботьтесь о близких не только тем, что будете их поощрять и пытаться понять их потребности, но и тем, чтобы защитить их от своих эмоциональных взбрыков. То есть прям, это тоже важный навык, то есть научиться замечать, когда вы борьбите, блин. Мы же знаем, что очень часто мы срываемся на окружающих, не имея этого в виду. То есть замечайте эти моменты и постарайтесь, чтобы их было просто меньше. Защитите окружающих от себя, от своих эмоций и от своего типа «хочу». Мало ли, что вы хотите. Сейчас это вообще не важно, что вы хотите. Сейчас важны базовые человеческие потребности, наша базовая общность и наши базовые какие-то вещи, которые позволят нам стать лучше, я думаю. Этот кризис меня очень воодушевляет. И с коронавирусом, и с деньгами, потому что мы явно сможем какие-то новые вещи сделать и использовать новые возможности. Все, собственно, я все, что хотел сказать. Спасибо тебе огромное. Это было мне, вот, знаешь, очень приятно, во-первых. Во-вторых, общение с тобой, оно всегда доставляет очень правильные, знаешь, такие посылы. Ты знаешь, как в хорошем смысле хороший федерал экспресс, который доставляет такой качественно в срок и в рамках своих обещаний. Я обязательно сохраню эту запись. Она сейчас 24 часа будет доступна в моем профиле, наверное, в твоем, я не знаю. Я ее сейчас скачаю, размещу на YouTube и ссылку выложу в своей соцсети и пришлю тебе. А также отправлю все-таки на расшифровку, потому что есть очень много смыслов, которые мне бы хотелось, чтобы люди узнали об этом больше. Давайте все вместе, коллеги, кто сейчас смотрит наш эфир и не подписан на меня, подписывайтесь. Кто не подписан на Ивана, подписывайтесь на него. Находите нас в соцсетях и мы будем это делать. Спасибо тебе огромное. Ромочка, у меня просьба к тебе. Слушай, я обратил внимание на то, что люди пишут. И там, помимо благодарности, спасибо вам большое за то, что вы это пишете. Для меня это важно, что мы попали. Потому что если бы не попали, то мы попробовали еще раз. Но я вижу, что есть какие-то вопросы, которые мы не ответили. Я тебя очень прошу. Есть вопрос. Да. Я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу. Просто как бы все вопросы, которые не отвечены, ты мне пришли. Это невозможно сделать, к сожалению, технически. Не позволяет. Нет, их можно пересмотреть. Смотри, этот вопрос. Сейчас эфир сохраняется в Инстаграме. Да. Его можно пересматривать и именно в Инстаграме видны комментарии. Но если мы его сохраняем потом, и комментарии пропадают, и мы уже смотрим эфир без комментариев. То есть 24 часа я могу посмотреть вопросы, да? Да. Был один вопрос, знаешь какой? Как удовлетворить свои потребности в обнимашках, когда ты один? Очень просто. Ребят, с этим очень просто вообще, без проблем. И это, кстати, классный навык, которому не учат в детстве сволочи родители. Но они, правда, сами не умели, поэтому бедные родители. Смотрите, ведь если вы просто что вы получаете в обнимашках? Вы получаете ощущение своего тела и некую нежность. Да. Смотрите, переходим на самообслуживание. Прислушиваемся к своему телу. То есть к любой части или ко всему, в зависимости от того, насколько вы тренированы в осознанности. И нежно улыбаемся себе. Все. Если кому-то сильно надо, как бы можете вообще себя... Слушайте, это может смешно выглядеть. Но, блин, это работает. Это работает. То есть в конце концов пожматывает себя. Потом, слушайте, как бы вы 24 на 7 как бы с теми людьми, которые у вас дома. И все равно, если что, вы уже друг друга перезаразили. Да, то есть обнимайтесь. Те, кто один дома, фокусируйте внимание на себе и получайте от этого удовольствие. Тоже клево. Да, то есть опять же, когда все закончится, я уверен, что качество ваших обнимашек с другими сильно улучшится от этого. Это тоже хорошая тренировка. Потому что, когда вы умеете быть нежными к себе физически, вы умеете быть нежными к окружающим. Это ценно. И тогда, когда вы обнимаетесь, нет ощущения, что вы обнимаетесь вроде, а вроде за стеклом. Знаете, таких людей, которые обнимаются, и ты не понял, это что было, блин. Поэтому учимся. Учимся. Слушайте, классное время живем. Наконец, можем главные человеческие ценности прокачать. Точно. Спасибо тебе большое. Обнимаю тебя виртуально. И желаю тебе хорошего дня. И давай, если хочешь, мы можем такие субботние посиделки с доктором Кириллом, утренние завтраки, кофе, делать, опять же, вполне возможно регулярно. Слушай, я в принципе не против. Давай посмотрим на фидбэк. Давай. Если фидбэк будет прям такой, что как бы надо-надо, ну давай делать. То есть, а то, что я обещал, то есть, вот какую-то страницу, я еще пока не знаю где, и плюс, как бы, там раз в три дня пока, а может быть, потом раз каждый день апдейт. Это как бы мое обязательство, мой проект один из. Так что, мне есть чем заняться в коронавирус. Я теперь не знаю, что делать, когда он кончится, потому что у меня все рутины опять посыпаются. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо всем. Отключаю тебя. Хорошего тебе вечера. Дня сегодняшних выходных. Дня дня у меня. Утречка. Давай. Пока, Ваган. Друзья, прекрасный эфир. Мне самому очень понравился. И вместо планируемых 30 минут мы проговорили практически час. Итак, самые главные мысли. Первое, это возможность защитить, переключиться с поиска защиты себя и страха в отношении себя на защиту окружающих. И второе, самое главное, сконцентрироваться на том, что это время, когда вы можете сделать что-то для себя, ради себя и сделать так, чтобы ваша цель была лучше. Я продолжу делать прямые эфиры с интересными людьми. Мы будем рассматривать разные абсолютно сферы нашей жизни. А вам всем желаю здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Любите себя и любите друг друга. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова